Следственный комитет арестовал начальника главного управления связи, заместителя начальника генерального штаба, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, которого подозревают в получении особо крупной взятки. Это уже третий крупный российский военачальник, арестованный за последние несколько недель. О том, получится ли у нового военного министра победить коррупцию в генеральской среде, сейчас и поговорим. Здравствуйте, сегодня четверг, 23 мая, с вами Максим Блант и свежая новость дня. Утром очередной генерал уехал в наручниках в камеру предварительного заключения. На сей раз не повезло генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину, начальнику главного управления связи и заместителю начальника генерального штаба. После обыска его повезли на допрос в главное военно-следственное управление Следственного комитета. Обвинение стандартное, взятка в особо крупном размере, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. К настоящему моменту 235-й гарнизонный военный суд уже вынес постановление об аресте Шамарина до 22 июля текущего года. А началось все месяц назад, еще до вступления в должность Владимира Путина и нового министра обороны Андрея Белоусова. 23 апреля возбудили дело, тоже об особо крупной взятке, против Тимура Иванова, заместителя прежнего военного министра Сергея Шойгу. 12 мая под каток попал генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник главного управления кадров Министерства обороны. Тоже взятка, тоже крупная. Потом арестовали бывшего командующего 58-й армии генерал-майора Ивана Потапова, который критиковал руководство Министерства обороны. Но следователи взяли его не за это. Они считают, что Потапов продал налево 2000 тонн металлических изделий, предназначавшихся для возведения оборонительных сооружений в Запорожской области. И сумму ущерба оценили в 100 миллионов рублей. Теперь вот Шамарин. И можно только догадываться, сколько генеральских жен, глотая слезы, укладывают небесно-голубые генеральские кольсоны в сумочку, чтобы потом, когда придет время нести передачу, все было готово. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что аресты в Минобороны — это плановая работа, направленная на борьбу с коррупцией, а не какая-то компанейщина. В кои-то веки похоже на правду. Новый министр, видимо, постарается максимально очистить ряды и будет делать это планомерно, как и полагается стороннику плановой экономики. Вопрос в том, насколько эффективной будет эта чистка. Даже если Андрею Белоусову страшно повезет где-то по гарнизонам найти кристально чистых офицеров, можно не сомневаться, что через месяц-другой пребывания в кабинетах на Арбатской площади от этой кристальной чистоты у них мало что останется. И не только потому, что человек слаб. Все дело в том, что коррупция в военном ведомстве носит системный характер. Причем система эта становится все более коррупциогенной. Проще говоря, соблазнов все больше. Судите сами. Военный бюджет растет как на дрожжах. И львиная доля расходов этого бюджета носит закрытый или секретный характер. В 2023 году засекретили 22 с лишним процента всех федеральных расходов. Это на минуточку 6 с лишним триллионов рублей. В этом году секретных расходов уже больше четверти. То есть золотая гиря все больше, а распил все более скрыт от глаз широкой публики. Не будь этой секретности, обязательно нашелся бы какой-нибудь дотошный расследователь, который сидел бы сутками за отчетами, а потом задавал бы вопросы вроде «А почему одна эта железяка в тракторе стоит 100 рублей, а в танке уже 500?» А сейчас за такие вопросы можно нарваться на обвинения в госизмене и раскрытии военной тайны. Так что каким бы идейным и бескомпромиссным руководителем не стал Андрей Белоусов, систему ему не переломить. На этом у меня на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи.